Мы знаем, вы слушаете. Радио Болтком. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Начинаем работу в прямом эфире. Для тех, кто следит за международными новостями, я надеюсь, таких большинство среди наших радиослушателей, конечно, обратили внимание, наверное, на главное международное событие. Это завершение военной противостояния вокруг Нагорного Карабаха. Между Азербайджаном и Арменией, это то, к чему было приковано внимание всего мира, наверное, по крайней мере, Европы, это уж точно. Завершился этот конфликт, было принято соответствующее, подписано соответствующее соглашение. И мы знаем, что две страны по-разному восприняли это событие. Мы знаем о том, какие беспорядки происходили и происходят в Армении. Мои коллеги из службы новостей даже связывались с политологами из Еревана и пытались понять, что там у них происходит. Но в Азербайджане это встретили как победу. У нас сегодня в гостях чрезвычайный полномочный посол Азербайджанской республики в Латвии Дживаншир Ахундов. Добрый день. Спасибо. Да. Может быть, действительно, поскольку все-таки определенное расстояние между Латвией и Азербайджаном, и, может быть, не все в нюансах понимают и знают, что же все-таки произошло. Вот почему в Азербайджане это воспринимают однозначно как победу? Мы видели радость людей не только в Баку, в Генже и в других районах, но, по существу, по всей стране даже ночью. Вот после знаменитого заявления, выступления президента Азербайджана, где он сказал, что отечественная война закончилась. Я так понимаю, в Азербайджане это воспринимают как отечественную войну. Может быть, несколько слов вот об этом. Спасибо. Спасибо, что вы меня пригласили сегодня в студию. Спасибо радио Болткому. Я бы хотел выразить благодарность всем, кто все эти годы, все эти месяцы, все эти часы и дни был рядом с нами. И в эти дни я хотел бы, кто поддерживал нас, особенно я хотел бы вспомнить тех, которые своей жизнью рисковали ради азербайджанцев, ради азербайджанского народа, спасали азербайджанцев. Те трудные дни конца 80-х, начала 90-х годов и в Ходжалы, и в других районах и городах Нагорного Карабаха. Я бы хотел специально вспомнить покойного политолога и журналиста Модриса Аузинша, который в те трудные дни был рядом с азербайджанским народом вместе со своим другом и коллегой, литовским журналистом Ричардсом Лопайтисом, и которого очень много сделали тогда, чтобы донести правду до мировой общественности. И помимо этого, своей журналистской деятельности, они совершали чисто человеческий свой гражданский подвиг, спасая людей. В той сложной ситуации, когда у нас еще не было ни государства, ни армии, ничего не было, и тогда мы потеряли свои земли, которые сейчас, вот эти дни, вот эти знаменательные счастливые дни мы вернули под наш суверенитет, под наши контроли. То есть, фактически соглашение возвращает, ну, то, что вы вернули с помощью военной силы, я так понимаю, это все закреплено в этом соглашении, да? Несомненно. Я сейчас буду, я немного, чтобы нашим радиослушателям было понятно, я немного, небольшой экскурс, непосредственно в эти военные действия. Я бы хотел отметить, что война началась не 27-го, а она на сентябре, а она началась 12-го июля. Еще если, да, когда в Товузском районе был обстрелен, на границе не Нагорного Карабаха, не в районе Нагорного Карабаха, а на границе непосредственно Армении и Азербайджана, был обстрелен наш мирный город Товуз и из тяжелых минометов. Тогда мы подавили, и они хотели таким образом спровоцировать наши наответные действия, чтобы страны ОДКБ, это организация коллективной безопасности, они вмешались, но эта провокация не прошла. И 27-го сентября в районе уже непосредственно контактной линии они начали обстрелить наши мирные города, и мы начали, в ответ мы начали контртеррористическую операцию, начались военные действия по освобождению наших территорий. Были освобождены, значит, Физюлинский район, был Джабраильский район, был освобожден Зангеланский район, Кубатлинский район, был освобожден поселок Гадрут, это уже непосредственно то, что входило тогда, это все, о чем я говорил, это районы вокруг Нагорного Карабаха, По отношению которого даже спора не было, да? Да, даже они были захвачены тогда, и когда шли переговоры, даже эти районы не хотели они освобождать. Даже на такие позиции они не соглашались. Эти районы были освобождены. Это было непросто. Наша армия освобождала эти, с боем освобождала эти районы, но они провели блестящую операцию, и вышли, стали контролировать уже границу с Ираном. Это большая территория. Да, это большая территория, и очень стратегически, очень важно, потому что мы стали контролировать свою границу на протяжении 132 километров. То есть до этого вы ее не контролировали? Мы до этого ее не контролировали. Там находился наш знаменитый исторический мост Худаферин, и мы вышли уже на пункт Ахбент, это, значит, непосредственно на стыке границы Ирана и Армении. И таким образом мы восстановили свой суверенитет, то есть мы восстановили свою границу с Исламской Республикой Иран. Это очень важно, но что произошло потом? Были 10 октября, ракетным обстрелем был подвиг город Гянджа, это второй наш город, с населением почти полмиллиона человек. Ночной, мирный город был обстрелян ракетами, вне зоны боевых детств, это военное преступление. 17 октября опять же он был обстрелян, погибло 14 людей, 90 было ранено. 14 людей, в том числе детей. Далее, 28 октября была обстрелена Барда, это крупный город, а эти города, один находится 80 километров от непосредственно зоны боевых детств, а другой находится 50 километров. Это все военные преступления, за которые военному руководству, как непосредственно на горном карабане, так и непосредственно в Армении придется отвечать. Теперь я хотел бы непосредственно коснуться тех знаменательных событий, которые произошли. Далее, вот сейчас многие восхищаются нашей армией, которая победоносно освободила все земли, азербайджанские земли. Я хотел уточнить, чтобы наши радиослушатели были понятны. Я так понимаю, что вот эти территории освобожденные, они были зафиксированы как территории Азербайджана и признаны ООН, если я не ошибаюсь. То есть, это все международно признанные. Ну, чтобы наши радиослушатели понимали. Да, я сейчас объясню это. Были специально 4 резолюции ООН, Совета безопасности ООН, от 1993 года, согласно которому Армения должна была безоковорочно освободить эти оккупированные земли. И что же происходило? И эти все годы, никто эти резолюции... 30 лет ничего? 30 лет, никто... 93, 27 лет. Никто это не соблюдал. Эта группа, Минская группа ОБСЕ ехала, приезжала, приезжала, уезжала, приезжала и ничего. Никаких. А вот эти 700 тысяч людей, которые были изгнаны из территории непосредственно Нагородного Карабана и вокруг этих 7 районов... А они были изгнаны, они не могли остаться? Нет, они были изгнаны оттуда в 90-х годах. Там я могу перечислить, когда были эти люди... Помимо того, что были 300 тысяч изгнаны непосредственно с территории Армении, и 700 тысяч были изгнаны непосредственно с территории вокруг Нагородного Карабана и непосредственно внутри Нагородного Карабана. То есть, тогда это город США, азербайджанские сёла, геноцид, который совершили армянские националисты в Ходжалы и так далее. Но я хотел сказать сейчас и об этом, и о другом. То есть, вот эта международная система, договорная, она не сработала. Она показала свою неэффективность. То есть, они не смогли заставить, принудить к миру Армению. И чем это кончилось? Это кончилось капитуляцией. Капитуляцией. Сейчас об этом многие уже говорят открыто, что это была настоящая капитуляция. Сейчас я расскажу, почему это была капитуляция. Но я хотел бы до этого отметить, что армию, которая, все сейчас говорят, это армия 21 века. Да, это армия 21 века. Но чтобы создать эту армию, я бы хотел особо отметить роль нашего президента, главнокомандующего, уважаемого Ильхама Алиева. Он на протяжении многих лет и, можно сказать, десятилетий, кропотливо, целеустремлённо готовил, организовывал эту армию, создавал эту армию. У нас этой армии не было в 90-х годах. Постепенно, очень последовательно, целенаправленно формировалась эта армия. Помимо этой армии формировалась и оборонная промышленность, которая обеспечивала эту армию. Помимо этого, ещё создавались институты, была институализирована система, которая обеспечила всю эту систему для нормального функционирования. То есть, вы говорите оборонно-промышленность, значит, Азербайджан сам тоже производил вооружение. Несомненно, несомненно. Он производит и боеприпасы, он производит и бронемашины, и стройковое вооружение. Много-много чего. И те знаменитые беспилотники, о которых говорят, мы сами их производим. Это не… То есть, сами азербайджанцы, собственно, не… Да, Азербайджан производит по лицензии эти беспилотники. То есть, я к чему это веду? Это был кропотливый, целеуструмлённый, последовательный был план нашего президента, нашего государства, нашего народа по созданию этой армии. Эта армия сразу не появилась. Это огромные средства, это огромный труд, это огромное последовательное планирование и так далее. И вот в результате всего этого труда появилась эта армия, которая сейчас весь всех восхищает, все изучают опыт этой армии и говорят, что это армия 21 века. Я бы хотел здесь отметить, что в эти дни мы живём очень знаменательное время. Для Азербайджана это историческое событие, в его новой и новейшей истории, когда мы вернули свои исторические земли. То есть, беженцы и переселенцы не ожидали, что они вообще вернутся? Нет, мы все жили с надеждой. Мы все. Помните, я в вашей студии ещё год или полтора года назад, я говорил, что я уверен, что эти земли будут возвращены. Мы были уверены. Но как это произошло, одно дело быть уверенным, а другое дело это жить в это время. Но вы не верили, что это удастся путём переговоров решить? Вы знаете, трудно это сказать, что я верил, не верил. Конечно, я бы хотел, чтобы армяне пришли по какому-то знаменателю. Но я сейчас хотел бы сказать о другом. Когда сейчас в Ереване друг друга обвиняют о том, что кто виноват, кто это, об этом надо было бы думать не сейчас, и надо было тогда, в 87-м году, когда политическая элита и общественная элита инициировала этот конфликт, вот тогда надо было думать, а какой будет конец. И вот конец сегодня и этого инициированного конфликта, он сегодня для них плачевен. Теперь я буду говорить непосредственно. Я хотел бы затронуть, особо хотел бы затронуть возвращение Шуши. Шуша для нас – это часть нашего генетического кода, культурного кода. Это центр нашей духовной культуры, нашей музыкальной культуры. Для нас он не просто город. Это город, который для нас символизирует очень многое. Символизирует нашу независимость, наше понимание нашего как народ. То есть это не рядовой город? Это не рядовой город. Это город, это то же самое, что для британцев Биг Бен, или для других народов, для французов это Версаль, или ещё какие-то города для Германии, и для русских Кремль. Ну не Кремль, я не знаю. Сиро и Пассад, примерно. Сиро и Пассад, вы правильно сказали. Сиро и Пассад. Но для нас это очень важно. Это очень важно. Я бы хотел особо отметить тех солдат, азербайджанских солдат, которые… Я бы сейчас, чтобы ради слушателей было понятно, вот представьте себе с трёх сторон скала, плато и с трёх сторон скала. Это шуша. Это шуша. То есть она стоит практически на скале. Она стоит на скале, и только с одной северной части идёт серпантином дорога до Ханкианди, это 14 километров. И рядом лес. Всё. И вот эти ребята, они лезли по этой стене под дождём, карабкались по этой скале и захватили, вернули этот, в лоно своей родины, они захватили это. Стреляли? Конечно, стреляли. И они вернули этот город, этот символ азербайджанского народа, они вернули его. Там, вот там, формировался то представление об азербайджанском солдате, об азербайджанском войне. Они вернули честь и достоинство. Очень часто звучали во время вот этого военного противостояния обвинения в адресе Азербайджана в использовании наёмников. Говорили о том, что сирийцы участвовали там. Чуть-чуть поясните ситуацию. Вы знаете, я даже об этом, мне неинтересно даже об этом говорить. Почему? Потому что до сих пор 44 дня войны, до сих пор никто не представил доказательств. Это же, это должны быть доказательства, что кто это такие, откуда пришли, паспорт, откуда они приехали, куда они пошли. Этого всего представлено не было. То есть не было бы этих... Не было. Это вообще, это какое-то... Вот, зачем нам это всё? Ну, у нас 100-тысячная армия, у нас такие воины, как у нас наши специально подготовленные воины, которые взяли шушу, это вообще даже, честно говоря, мне даже и неинтересно на эту тему говорить, настолько она безосновательна и настолько она не имеет под собой никаких оснований. Мы перейдёмся буквально на пару минут чрезвычайной полномочия послова Азербайджана у нас в студии, не переключайтесь. Представьте себе матрас вашей мечты. Возможно, это мягкий матрас, уютно обволакивающий ваше тело. А может быть, тело хочет усиленной поддержки и стабильности на жёстком матрасе. Или вы мечтаете о матрасе для ребёнка? Посетите салоны Оссов по адресу Дзелзовус 51 в Спице Хоум и Скай энд Мор на Дунтес, чтобы тщательно подобрать матрас мечты. И позвольте специалистам Оссов её исполнить. Подробнее на Оссов ЛВ Праздничное предложение от Оскар Фиш для любителей и гурманов. Весь ноябрь на филе няжной и диетической пикши скидка 15%. Пикша чистейшая океаническая рыба, особенно подходящая для детского питания. С Оскар Фиш всё быстро, удобно и просто. Заказывай рыбные и разные полезные вкусности на www.oscarfish.lv с доставкой в течение суток. С днём рождения Латвия! www.oscarfish.lv Ноябрьская акция Болтком. Подключи телевидение с интернетом только за 6,90 в месяц и в подарок получи мощный Wi-Fi-рутер. Зайди в болтком.lv или звони 2737-400 Болтком. Качественное телевидение, быстрый интернет, отличная цена. День в день, час в час, минута в минуту радио. Болтком. Ещё раз добрый день. Мы продолжаем работу в прямом эфире. Напомню, у нас посол Азербайджана в студии, господин Ахундов. Вот мы прервались на том, на этом действиях азербайджанских солдат вот в Шуше. Я так понимаю, что зачастую голыми руками брали город, если так можно сказать, да? Да, город, я не умоляю роль беспилотников, артиллерии и так далее. Но там, в том, в данном случае, с учётом вообще местности рельефа, ландшафта, рельефа и других, там невозможно было применение других. Это сделали азербайджанские воины. Это, опять же, я хотел повторить, там, на этих скалах, честь и достоинство азербайджанского народа было восстановлено, потому что оно было попрано тогда, в конце 80-х, начале 90-х годов. И вот они это, они это восстановили. Теперь непосредственно я бы хотел сказать об воинах. Это не только азербайджанцы, это и люди других национальностей, это и русские, и украинцы, и евреи, и лезгины, и талыши. Это граждане Азербайджанской республики, которые были призваны, и они, многие добровольно пошли, чтобы защищать свою родину. То есть, это многонациональная армия, которая защищает свою родину. И я бы хотел бы сейчас это особо отметить, потому что в Армении это мононациональная страна, а у нас многонациональная, у нас мультикультуральная страна. А правда, что флаг водрузил над шушой или зги? Я сейчас не хочу об этом, это самое, акцентирую. Я просто хочу сказать, что там в составе нашей армии, которая вояла в горы, были люди всех национальностей. То есть, это очень и очень важно. Там были лезгины, там были талыши, там были и русские, там были и украинцы, там были евреи. Все, все национальности, проживающие на территории Азербайджанской республики, они участвовали в этом. А русская община большая сейчас? Да, большая. И она, кстати, выступила очень, выступила в поддержку и армии, народа, они выступили в поддержку, там показывали тех воинов, которые воевали по азербайджанскому телевидению в составе армии, то есть, других национальностей. То есть, это был общенациональный, общегосударственный такой вот такой порыв. Это все народы Азербайджана, они участвовали вот в этой операции. Может быть, мы перейдем несколько слов, чтобы наши радиослушатели понимали, что же это за соглашение, которое было подписано и каким последствиям оно ведет, потому что целый ряд экспертов по-своему пытаются интерпретировать этот документ, хотя он был внародован, ничего там секретного нет. Там ничего секретного нет. Да, может быть, несколько слов попытайтесь по полочкам разложить, чтобы... Смотрите, я беру этот документ и вам буду сейчас читать, что объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий 0-0 часов по московскому времени 10 ноября 2020 года. В результате этого заявления возвращаются Азербайджанские республики до 20 ноября Ахдамский район, до 15 ноября Кельбаджарский район. То есть это уже фактически послезавтра должны вернуться? Да, послезавтра. Это самый круг в составе Азербайджанской республики, это был самый крупный район Азербайджана по территории. Это горный район, очень красивый, богат очень минеральными и, значит, другими запасами. Там, например, есть золоторудное месторождение, которое незаконно, значит, оно разрабатывалось и за которое придётся отвечать. Это, опять же, преступление, и уже иски будут предъявлены. То есть это первый район, который должен быть, это непосредственно, который граничит с Арменией. Второй, это будет 20 ноября, будет район, Ахдамский район, это непосредственно, который, вот, первый район, который идёт от Ахдама до Шуши 42 километра. Представляете себе, вот эти расстояния, такие маленькие, а какие там шли боевые действия. Это, Ахдамский район был в два раза по численности больше, чем весь Нагорный Карабах. Вы можете себе представить, это был богатый, огромный город. Сейчас это мёртвый город. Почему? Потому что там всё, там ничего нету, ни зданий, ни, ни, ничего, ни, ни людей, всё. Там даже одного, одного целого здания нету, чтобы можно было бы там что-то, что-то создать, какое-то там, ну, может быть, времени какое-то. Всё придётся строить заново, всё придётся восстанавливать. Все эти районы, Джабраильский, Зангеландский, Кубатлинский, там даже не то, что даже руин нету, какие-то там два-три камни на друг друге, всё, больше ничего нету. А это были цветущие города по 100 тысяч, по 120 тысяч. Ахдам был, не знаю, там сколько, больше 100 тысяч населения было в Ахдаме, или там даже по 200 тысяч. То есть это просто было пустые территории, что ли? Сейчас они, это пустые территории, там ничего нету, там выжженная земля, там, то есть природа красивая, конечно, всё растёт, но больше ничего нету. Да, дальше. Будет размещен миротворческий контингент. Уже размещается, да. Уже размещается, но наши войска будут стоять на тех позициях, которые они к этому моменту освободили. Это значит, что наши войска будут в двух километрах от Ханкианди. Ханкианди, чтобы наши радиосуществ не понимали. Это Степанакер. Степанакер. Наши войска будут в Ахдаре. Это рядом где-то, да? Это рядом, это то, что они зовут Мардакер. А наши войска будут в Ходжавенде и так далее. То есть, там, где наши войска пришли и освободили свои оккупированные земли, они будут стоять. Они никуда не уйдут. Они никуда не уйдут. Там будут осуществляться мониторинговые действия со стороны. И ещё. Значит, будет создан коридор Лачинский с Нагорным Карабахом, который будет, обеспечение которого будет азербайджанское, а миротворческие силы будут, значит, это контролировать и смотреть, как это всё будет осуществляться. Помимо этого, в будущем будет построена дорога, которая будет идти вне Лачина. Это город, из-за которого были большие споры. Он будет идти вне Лачины и вне Шуши. То есть, всё делается для того, чтобы в дальнейшем могли бы существовать нормально две общины. и дальше идёт, помимо этого, открывается сухопутный коридор, особо хотел бы отметить, коридор между Азербайджаном через территорию Армении 32 километра в нашу эксклавную Нахчеванскую республику. И оттуда идёт сухопутная наша граница 11 километров с Турцией. А до этого не было ничего? Это не было. Не было. Там ещё в конце в начале 90-х годов разобрали железнодорожные пути, железная дорога шла оттуда. То есть, это ещё одна была проблема, да? Это очень большой плюс, потому что наш эксклав находился в этом закрытом такого, и мы должны были или через территорию Ирана, или в обход через территорию Турции туда попадать, или воздушным путём. Другого пути у нас не было. Из-за этого вот это очень-очень важно для нас. Это фактически, почему я армяне, это фактически капитуляция армянской стороны. Они фактически, то есть, мы восстановили свой сувениритет на всей территории, оккупированной территории. Какой статус вот этого Нагорного Карабаха или Степанакерта? Я так понимаю, по этому поводу тоже были разные спекуляции. Я сейчас не могу ни о чём говорить. Но в соглашении этого нет. В соглашении там нету этого. Я почему спрашиваю, потому что премьер-министр Армении господин Пашинян говорит о том, что возможно ещё какой-то статус, независимость. Ой, Господь с вами. Это, знаете, сказать можно всё, что хотите. В документе нету никакого это. Как это будет решаться? Это в дальнейшем. Это в дальнейшем переговоров. Да, как, что, но сейчас в данный момент наши войска стоят два километра от Ханкианди. Наши войска стоят, освободили Шушу, и они вынуждены покинуть Кельбаджарь без единого выстрела. Они уходят оттуда безоговорочно из Кельбаджара, Лачина, Ахдама, уходят. А остальные районы мы сами освободили силой своего оружия, силой своей армии, силой своего духа нашего солдата. Вот так. Может быть, этот вопрос тоже, я думаю, вам задают довольно часто. Вот, что касается беженцев и, ну, беженцы, кто-то их называет вынужденные переселенцы, наверное, так и так верно. Вы упомянули в самом начале, что это миллион человек. Сейчас я объясню. Да. Что дальше будет происходить? Смогут ли они вернуться вот в свои родные, не знаю, дома, видимо, домов уже нет. Значит, в этом соглашении оговорено, в этом, не соглашении, а в этом заявлении оговорено, что в нем будет участвовать, в этом процессе будет участвовать комиссариат по беженцев организации объединенных наций. Не Россия, не Турция, а ООН, да? Нет, это специальный комиссариат существует, который занимается вот этими беженцами. То есть, все эти беженцы, там из этого миллиона человек, которые бежали, 300 тысяч, это непосредственно с территории Армянской Республики. 700 тысяч, это непосредственно с территории... Вот сейчас освобожденных. Да, освобожденных. Но за эти годы у них родились дети, внуки. Ну, понятно, 30 лет прошло. Да, 30 лет прошло. Там уже ребята, которые не видели своих, значит, эти свои родные отцовские и дедовские села, они освобождали эти земли. И потом звонили своим как бы родным и говорили, папа, мама, дедушка, бабушка, вы нам рассказывали об этих наших землях, о наших селах, о наших утерянных землях. И вот сейчас я в этом селе. Это было существенно, да? Понимаете? Я так понимаю, что вы знаете этих людей, да? Да, многих я знаю, и они с упоением рассказывали тогда. И сейчас они выступают и говорят, что вот, мы наконец-то можем вернуться на свою родину. То есть, хотят люди вернуться? Несомненно, несомненно хотят вернуться туда. И вернуться они туда. И мы всё восстановим. Мы восстановим и все эти инфраструктуры. Мы восстановим все эти... Но это же большие деньги. Это большие, конечно, несомненно, большие деньги. Но там сейчас будет и вопрос финансирования всего этого. Каким образом? Что? Это всё уже в дальнейшем будет решаться. Но люди готовы, люди хотят, люди желают, люди с нетерпением все эти годы ждали своего возвращения туда, на свою родину. Люди мечтали об этом. Это их заветная была, может быть, мечта, которую они жили с этой надеждой, с этой мечтой все эти 30 лет. Я просто знаю этих людей. Я с ними неоднократно общался. не звонил. А действительно ещё надеялись вернуться? Буквально вчера я звонил и поздравлял их с этим. Это выходцы из Шуши. Это люди, которые для них Шуша, для всех нас Шуша, это нечто. Я был, в общем-то, ещё ребёнком, когда я туда первый раз попал в Шушу. Это не сравнительно красивейшее место. И это сакральное для нас место. Потому что азербайджанские шахи, они короновались в Гарабахе. Понимаете? Для нас это вот почему-то они, хотя территория Азербайджана и тогда империи были достаточно большие, но они почему-то короновались в Гарабахе. Значит, была какая-то причина. Значит, было что-то такое там сакральное, что они там короновались. Ещё один. То есть, вы думаете, что всё-таки постепенно возвращаются и эти люди туда будут? Я думаю, что уже принята программа. Мы уже, вот вчера буквально я увидел, что полиция в Шуше уже начала функционировать, наша связь начала функционировать. По-моему, отделение банка хотят открыть. Отделение банка уже будут открывать, но это в тех, где есть как бы город, что-то сохранилось. А те города, такие как Физули, Джабраэл, которые стёрты с земли, там, конечно, надо будет... Но у нас есть уже опыт. этот город Мерджан-Лэй, это посёлок был, который на границе, мы которого вернули, и мы там за короткий срок и городок построили, и школы построили, и инфраструктуру построили, и создали рабочие места, там фабрики, цеха какие-то, всё заработало. Мы показали всему миру, что мы, как мы можем восстановить Гарабах. И сейчас силы своего оружия, силы своего солдата, воли своего президента, мы это восстановили, и мы... И не только мы сейчас... Будет военный успех, будет и мирный успех, будет и мирное возвращение Гарабаха в лоно своей. Есть опасность, что будет какое-то обострение, или сейчас это заявление не предусматривает? Нет, я думаю, что сейчас уже настолько азербайджанская армия показала свою силу, да? Во-первых, я бы хотел вот рассказать, было ликвидировано и захвачено трофейного оружия на сумму 2,7 миллиардов долларов. Вы представляете себе? 2,7 миллиарда. 2,7 миллиарда долларов. Там население, это вот, я говорю, что якобы там 120 тысяч к моменту начала конфликта, но это, так сказать, пусть будет, эта цифра будет на совести тех, которые её написали, их там такого количества не было, да? Ну, представьте себе, 120 тысяч, допустим, 120 тысяч и 2,7 миллиарда долларов. Несопоставимо, да? И мы эту армию, мы победили. Мы победили. Это танки, бренд-транспортеры, это СС-300, это там ОСА, там, не знаю, какие-то другие средства, там, каких-то ради кто на обнаружение и так далее. То есть, всё это было, сейчас будет выставка в Баку, трофейного оружия, которое будет показывать эти все танки, бренд-транспортеры, БМТ, там, не знаю, что будет всё показано. Ещё один вопрос, который, я думаю, задают вам и вашим коллегам, дипломатам, по поводу роли Турции. Да, были тоже спекуляции, я так понимаю, что Турция будет в мониторинговой миссии участвовать, чуть-чуть пояснительным. Значит, Турция наша братская, дружественная, братская наша и наш стратегический партнёр, они с первых дней этих военных действий, они нам оказывали дипломатическую, политическую и поддержку в этой войне. Но непосредственно в военных действиях они не участвовали. Опять, это спекуляции. Нам и, при всём моем уважении, при всём моей любви к Турецкой республике, они нам оказывали очень большую моральную, дипломатическую, опять подчёркиваю, и политическую поддержку. Но непосредственно там они, это всё спекуляции, всё это дезинформация, всё, и опять же, ни одного факта нет. Вот наши солдаты, сейчас победоносная наша армия, они всё, они вернули у нас 100 тысяч, мы не скрываем, у нас 100 тысячная армия, которая высокообладает высокообразованным офицерским корпусом, частями специального назначения, хотите их называть, команды, как хотите, можно назвать. У нас есть технические средства, которые воюют на самом высоком технологическом уровне, все эти беспилотники, все эти взаимодействия всех родов войск через средства радиоактивной борьбы, всё это наше своё, и всё это мы сами, и часть сами производим, часть мы, у нас соглашение, часть вооружение, мы покупали. Вы закупали на свои деньги. Да, мы покупали это наше право, мы закупали на свои деньги. Но сама Турция будет участвовать в этом наблюдении. Да, теперь непосредственно о мониторингном центре. Сегодня приехала делегация из России в Анкару, они обсуждают, в рамках какой функциональности всё это будет осуществляться. Я сейчас ничего не могу сказать. Ну да, переговоры продолжаются. переговоры продолжаются, как это будет осуществляться, в какой форме, это я не могу ничего сейчас сказать, но то, что Турция будет участвовать в мониторинге, это уже как факт. Может быть, ещё такой последний вопрос, что касается самого Азербайджана, что касается экономики, потому что многие говорили о том, что хотя понятно, что в Азербайджане больше 10 миллионов населения, тем не менее, не очень большая страна, наверное, это была большая нагрузка на экономику. Как дальше это будет происходить? Вы знаете, ну, конечно, война – это затратное дело. Всем понятно. Да, всем понятно, и никто об этом не может это... Но для нашего народа, вот я могу вам привести пример. У нас, как и во многих странах, есть своя и оппозиция, есть и свои оппозиционные партии, есть у нас МПО, есть у нас... Но когда началась война, все в одном порыве, все объединились вокруг руководства. тут не было оппозиции и правящей политики? не было никакой оппозиции, все объединились вокруг руководства страны, вокруг президента. Больше 50 партий у нас существует, все они обратились с обращением к президенту, что мы стоим на единодушных позициях, рядом с вами, с нашим народом, мы вместе вернем наши земли. МПО, то же самое, неправительственная организация, то же самое. То есть, все были в едином порыве. Даже тогда, когда обстреляли Борду и обстреляли Гянджул, люди не уехали из этих городов. Не бежали, да. Не бежали, они сказали, мы до последнего будем. А это страшно, согласитесь со мной. Даже ракеты падали в Гобыстане, это недалеко от Баку, когда ракеты падали в Хзы, это недалеко, но они не на Губе. Никто не уехал. Никто никуда не уехал. Теперь непосредственно об экономике. Во время вот этих уже войны были обнароданы цифры, что наших золотовалютных запасов, они не уменьшились. То есть, запас прочности у нас достаточно большой, больше 50 миллиардов долларов у нас в наших запасах. То есть, наш запас прочности, он достаточно высокий. Он высокий, и это не мы говорим, это отчеты Международного валютного фонда, Всемирного банка и так далее. Вот смотрите, изучайте эти все отчеты, увидите, в каком мы состоянии. Ну, помимо этого, еще есть народ, который говорит, я готов терпеть любые лишения, хотя мы все социальные программы выполняли во время войны. Не сокращали. Ничего не сократилось. Все получали свои пенсии, свои стипендии, свои, хотя еще и ковид, все эти программы по ковиду, это все лечение и так далее, и тому подобное, все это осуществлялось. То есть, мы, наша экономика, наша социальная система, наше государство, оно крепкое, сильное, у нас возможностей достаточно много. И самое главное, у нас прекрасное руководство, которое отвечает всем этим вызовам. Я вам могу привести пример. За период военных действий наш президент дал интервью более 30 информационным агентствам. Более 30. То есть, каждый день практически. Почти каждый день. На трех языках. На английском, русском и турецких языках. Помимо того, что и на азербайджанском давал, но на местном. На трех иностранных языках он давал. Он отвечал на любые вопросы. Он отвечал даже на самые каверзные. Он на все давал всеобъемлющий ответ. И люди, и не только в мире, но и внутри страны видели, что у них президент, и он неоднократно обращался к нам и говорил, мы сделаем то-то, 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 то-то. Наша программа такая, наши цели такие. Мы открыты всему миру, и весь мир должен видеть, что мы хотим, чего мы достигнем. Так что, я уверен в этом и в экономическом плане. Мы пройдем этот, эту пост, значит, военный период, и экономика у нас работает, и сейчас она работает нормально, и все это будет восстановлено. Самое главное, люди, вот эти 700 тысяч, они смогут вернуться в свои родные села, города, свои родные места, и смогут там жить мирно и счастливо. Джиман Шинархунов у нас был в студии, чрезвычайный полномочий посол Азербайджана, большое спасибо. Вы слушаете Радио Болтком.